привет мадина привет оксана я первый раз у тебя в гостях и хочу очень чтобы ты мне рассказала про свою клинику какие услуги здесь оказывают а также чтобы наши зрители увидели это все и захотели обязательно к тебе тоже прийти как и я один вот у тебя же не просто стоматология у тебя же именно эстетическая стоматология да у нас это наш основной профиль это эстетика но у нас есть и детская стоматологии взрослой стоматологии соответственно оказывается полный спектр стоматологических услуг который включает себя и хирургию и ортопедии и больше даже семейная стоматологии а скажи пожалуйста у тебя как франшиза или это чисто вот нет это не франшиза эту клинику создавала я сама вот поэтому и названа она в честь меня а ты потомственный стоматолог нет я не потомственный стоматолог у меня семья состоит практически вся из докторов но именно стоматологов на снегу это наш кабинет ортодонта и детского стоматолога первый прием заключается в банальной гигиене то есть что познакомиться с маленькими пациентами конечно деткам лучше лечить зубки тогда когда нет особых проблем каких-то вот такая красивая детская яркая комната я первый раз вижу в стоматологии что есть детские комнаты это очень часто бывают наши пациенты не могут оставить своих детишек дома и они забирают с собой это здорово особенно мамочки которым не с кем детей оставить чтобы няню не звать могут сюда привести своего ребенка и сами сделать как раз вот из этих зубов это кабинет диагностики здесь проводится компьютерная томография я вот представляю это может быть по фильмам я не знаю что сейчас есть технологии я представляю что это просто берется саморез вкручивается в зуб то есть там хлещет кровище то есть а потом надевался в оксана мне уже страшно совести а как это на самом деле происходит и перед вот этой операции нужно зайти вот сюда да но это обязательно потому что вообще компьютерный томограф очень важно сделать снимочек перед вообще любой процедуры потому что чтобы доктор видел картину полную то есть что происходит полость рта и дал какие-то объективные рекомендации и уже план лечения создал вот что касается имплантации то на сегодняшний день это настолько безболезненно конечно звуки неприятные если это делать без седации но так как я сама недавно месяц назад установила имплант я просто одела наушники и спокойно полежала как на пляже вот мне ни разу не удаляли зубы и я очень сильно этого боюсь у вас прекрасная улыбка стараюсь следить а вот опять же чтобы удалить зуб я видела фильмах это берутся такие щипцы приходит такой доктор одевает такие перчатки за вот так захватывает зуб и начинает дергать еще и я помню где-то по-моему я была опять же в стоматологии какой-то простой это было давно в детстве и прям я помню что врач даже голову держал пациента и вот так дергал оксана где вы были после первого посещения мне кажется 90 процентов пациентов готовы и на имплантации на удаление мадина у тебя действительно очень хорошая и уютная климой силах но все-таки у меня и не только у меня я думаю что даже у старшего поколения вот я точно знаю все равно остается вот страх что стоматологии все-таки может быть больно или там неприятно и очень многие боятся идти все это откладывают откладывают пока уже совсем плохо не случится и приходят самый последний момент как приучить себя к тому что в стоматологии не больно а все-таки можно прийти и уютно вылечить зубы и все будет хорошо вот с чего начать этому человеку который боится первичные консультации я считаю что доктор главная задача это попасть к доктору который сможет правильно объяснить правильно подготовить пациента к лечению и ко всем манипуляциям стоматологические моя рекомендация таким пациентам начинать не с проблем а с более таких процедур как чистка зубов или какие-то манипуляции не не травматичные то есть чтобы пациент привык доктору привык к кабинету а как часто стоит посещать стоматологов раз в полгодика на гигиену и уже доктор будет смотреть как там по состоянию полости рта то есть есть лекариозные процессы после чисточки если да то устранять сразу все на первых этапах как избежать лишних трат и когда вот ты приходишь чтобы доктор действительно тебе рекомендовал то что тебе нужно а не делал какие-то процедуры которые те в принципе не нужны да оксан и тут хотелось бы призвать своих коллег и всех докторов относиться добросовестно к своей работе и для большинства из нас это призвание помогать людям если мне когда-нибудь придется обратиться в стоматологическую клинику то это непременно будешь ты магни на письме как это была программа красота мне времени и я ее ведущая оксана третякова пока пока